За беспеку разом республиканская профилактичная акция стартовала по всей стране. Супрацовники МНС, суместно с представниками инших службов, проверяют стан пятного обстановления, наявность автономных пожарных оповещальников, а так само нагадывают грамадянам правилы пожарной безопасности. До одного из таких профилактичных рейдов в Витебском районе долучился наш корреспондент Сергей Искол. Неанила Каленько готова сустрыкать свою 70-ю зиму. Свойчасово назапасила дроу, сочет за дымоходом и трымая у добром стане две печи. У рамках акции «За беспеку разом» у ее доме установили аутономный пожарный оповещальник. Супрацовники МНС нагадали жанчине правилы пожарной безопасности, а саблевую вагу звернули на стан электропроводки. У Витебском районе супрацовники МНС разом с представниками инжих службу наведали пенсионеру и громадян, які живуть одны. Нараканю на стан пячного и электричного обсталевания у комиссии нема. С кожным вязковцем проведена профилактичная хуторка, а у подарунок аутономный пожарный оповещальник и буклеты с корыстной информацией. Але не кожный господар клопотится про власную безпеку. Гэты дом на постоянном контроле у ратауников. Тут злоуживаюць спиртным и палец у помешканни, а рамонтовать несправную печь видовочно не збираюцца. Вы обещали в субботу сделать все. Мы в четверг были, что до субботы ваш сожитель же стоял и обещал. Сделает печку и будет протапливаться. И ничего не сделано. Ну так и что? Сами, значит, веки-цеды делаете. С початку осени на территории Витебской области здарился 91 пожар. У огни загинули 10 человек. Основные причины трагеды – порушение правилов эксплуатации пячного отяпления и электрообсталевания. Профилактичные рейды у рамках акции «За безпеку разом» накерываны на то, як обминимизовать колькость пожаров и в черговый раз нагадать грамадянам элементарные правила безпеки. Рейдовые мероприятия проводятся постоянно. Они не прекращаются даже в летний период. Спасатели вместе с другими службами на постоянной основе напоминают гражданам вообще об опасности, которая может подстерегать дома даже в каждой обычной ситуации. Стараемся гражданам напомнить о том, что в большинстве случаев чрезвычайная ситуация происходит по вине самих граждан, которые пренебрегают правилами поведения. Нужно постоянно контролировать пожарную обстановку у себя дома. Бабушкам пожилого возраста, которые любят сушить на печке дрова, тряпки какие-то, напоминаем о том, что это тоже может быть опасно от перекала печи. Это все может воспламениться, и ты даже не придашь этому большого значения. Устанавливаем автономные пожарные извещатели. Соответственно, предупреждаем о том, каким образом надо менять батарейку, сколько срок годности у автономного пожарного извещателя. Когда человек отдыхает, в смысле спит, он не ощущает никакого запаха. Его задача разбудить, почему он называется извещатель. Он оповещает. И издает неприятный громкий звук. Мы, когда в детский сад приходим тоже с профилактическими занятиями, сроками безопасности, мы даем детям услышать звук извещателя. Республиканская профилактичная акция за беспеку разом протягнется до 1 листопада. За этот час ротовники разом с энергетиками, правооховниками и специалистами жилево-коммунальной господарки наведают приватные дамы по всей Витебской области. Каб зимовый период прошел у теплей беспеции. Сергей Сколу, Владислав Савицкий, Новины, Витебский район.